Привет, друзья! В конце второго Фоллаута мы Анклав разгромили, да не совсем. У Анклава остались силы на материке, место старого президента занял новый, искусственный интеллект Джон Генри Эдем, вобравший в себя личности наиболее выдающихся президентов США. И, не передохнув, а передохнув, Анклав продолжил начатое, то есть геноцид человечества. А поскольку распространить смертельную модификацию вируса ВРЭ через воздух в Фоллауте 2 у Анклава не вышло, на этот раз они решили попробовать отравить воду. И в это время примерно ученый по имени Джеймс в руинах послевоенного Вашингтона работает над проектом «Чистота», суть которого в том, чтобы создать устройство, способное очищать от радиации большие объемы воды, чтобы хватило на целый регион. Ну, понятно, я думаю, к чему все идет. Однако подождем. Джеймс работает над проектом не один, и компанию ему составляет, помимо прочих, ученая-дама Кэтрин. Между ними рождается чувство, а вслед за чувством рождаемся мы, играбельный персонаж, мальчик или девочка по выбору игрока. Кэтрин, однако, умирает при родах, и подавленный Джеймс, взяв нас под мышку, покидает чистоту и отправляется на поиски спокойной жизни, чтобы воспитывать нас вместе поприятнее. И находит такую жизнь в убежище 101. По идее, это убежище никогда не должно было открываться, и его функция в сети экспериментов с убежищами была в том, чтобы выяснить, как будут вести себя люди и какую роль при этом будет играть смотритель, если навсегда запереть их под землей. Правило это, впрочем, соблюдалось не очень аккуратно, и когда ученый Джеймс стучится в двери убежища и просит впустить его с ребенком, и обещает взамен работать там доктором, его, и нас с вами, впускают. Проходит 19 лет, жизнь наша в убежище стабильна и по апокалипсическим меркам даже хороша. На дворе 2277-й, Fallout 2 закончился 35 лет назад. Отец наш Джеймс про проект «Чистота» за это время не забыл, и когда решил, что отцовский свой долг выполнил, и что мы в нем больше не нуждаемся, не говоря нам ни слова и ни о чем не предупреждая, сбегает из убежища 101, чтобы возобновить работу над «Чистотой», и когда дело будет сделано, вернуться за нами и подарить и нам, и вообще всем будущее, в котором каждому хватает питьевой воды. Решение взять и уйти из убежища, из которого запрещено уходить, оставив в нем своего ребенка, было, правда, не очень умным, и как только сама волка Джеймса была обнаружена, местная полиция пошла арестовывать нас, потому что не можем же мы ничего не знать о планах собственного отца. Ну, можем. И поскольку дело происходит все-таки в Америке, связываться с полицией у нас не возникает ни малейшего желания, и мы сбегаем из убежища вслед за отцом и идем его искать. Продолжим через минуту. Лос-Тарк, друзья, это знаменитая ММРПГ, не стоит на месте, в нее контент везут вагонами. В июньском вот обновлении завезли два новых класса – Фурию и Клинок Смерти. Фурия – воительница, черпающая силу из хаоса и благодаря этому способная принимать форму демона. Она бьет редко, но метко. Клинок Смерти, напротив, бьет нередко, он часто бьет, но независимо от стиля, который вы предпочитаете, упражняться в военном ремесле в Лос-Тарк можно теперь еще и в новом рейде и в сражениях с новыми боссами, в том числе с Мистиком, рассчитанным на группу из восьми человек. На территории СНГ Лос-Тарк находится в открытом доступе, играть в него можно кому угодно и сколько угодно, игра бесплатная, переведена на русский язык, и скачать ее можно по ссылке в описании под этим видео. Расспрашиваем людей на поверхности, как пройти до проекта «Чистота», нам подсказывают, однако отца мы на рабочем месте его не застаем, а только находим записку, в которой говорится, что с очисткой воды может помочь известный нам по предыдущему Фоллауту набор для терраформирования ГЭК, и что Джеймс собирается обсудить это с до сих пор живым изобретателем ГЭКа, Станисласом Броном, которому уже давно за 200, и жизнь в котором поддерживается с помощью технологий в убежище 112. И я бы предположил, что еще и водный чип из убежища тоже мог бы пригодиться для очистки воды, а не только ГЭК. И вообще мне не до конца понятно, почему у нас проблемы с очисткой воды, когда как минимум две технологии нам известны, способные справиться с этой проблемой. Водные чипы в убежищах и ГЭК сам по себе, без всякой чистоты. И по большому счету, весь проект «Чистота» в итоге заключается в том, чтобы использовать ГЭК для очистки воды. Надо ладно. Джеймс в убежище 112, и мы идем за ним. В убежище 112, между тем, вот какая картина. Станислас Брон и все, кому повезло жить с ним под одной крышей, развлекаются виртуальной реальностью. Они подключены к матрице, живут в ней, и получается, вот уже 200 лет примерно режутся в мультиплей. Что отсылает нас к нашему видео о геймерах-пенсионерах. Причем вылезти из матрицы по собственному желанию нельзя, а управляет ею все тот же Станислас Брон. И попадая в матрицу, вы оказываетесь в его полной власти. Ну, к счастью, он приличный человек и не злоупотребляет своим положением. Шутка, Брон — садист и маньяк, и вот уже немногим более 200 лет он занимается тем, что, играя за маленькую девочку Бетти, издевается над своими тиммейтами, физически, насколько это возможно, в виртуальной реальности. Они все чувствуют, но не могут умереть по-настоящему, а только теряют память, и давай по-новой. Ну, собственно, единственное для удовлетворения садистских потребностей Брона это убежище было построено. И не понимая, во что ввязываемся, мы подключаемся к этой матрице, потому что Джеймс с Броном оба в ней, и другого способа поговорить с ними, по-видимому, не существует. Оказавшись в виртуальной реальности, мы встречаем и Бетти, не догадываясь, кто это такая на самом деле, и людишка разных, над которыми издевается Брон в теле Бетти, и собачка там бегает, и Бетти, едва с нами познакомившись, начинает давать указания «сделай, мол, то, сделай это», и указания эти одно мерще другого, и последнее из них — зарезать всех жителей Матрицы. И если мы это сделаем, то Бетти говорит «спасибо за развлечение», и вместе с нашим отцом, который всё это время наблюдал за происходящим в теле собаки, выпускает нас из Матрицы. Или вместо того, чтобы развлекать Бетти, то есть Брона, мы можем найти в виртуальной реальности секретную консоль и запустить симуляцию вторжения китайской армии. Тогда в Матрице появляются китайские солдаты и убивают всех, кроме нас, Джеймса и Брона, причём в таком случае смерть местных жителей настоящая, их тела погибают и в реальном мире тоже. Раздосадованный Брон тогда прогоняет нас из его виртуального мира, и это считается хорошей концовкой этого квеста, потому что так мы прекращаем вечные муки жертв Брона и оставляем его коротать в вечности наедине с самим собой. Так или иначе, мы покидаем виртуальную реальность и находим, наконец, нашего отца Джеймса, и вместе с ним и другими учёными, его коллегами, мы возобновляем проект «Чистота». Нам теперь по-хорошему нужно отыскать гэг, которого нет ни в родном 101-м убежище, ни в 112-м, поскольку ни то, ни другое никогда и не были предназначены для того, чтобы кто-то их покидал. Но есть и вероятнее всего в находящемся неподалёку в 87-м. Но сначала нужно перевести дыхание. Не только мы, впрочем, заинтересованы в проекте «Чистота». Воспользоваться им, только чтобы отравить воду вирусом ВРЭ, а не очистить её, хочет Анклав. И я думаю, что весь сюжет подчинён этой игре слов. Анклав, помешанный на чистоте расы, хочет взять под контроль проект «Чистота», чтобы с его помощью очистить не воду, а землю. От людей. Их идеология, напомню, предусматривает убийство всех, кто не они. И пока мы возимся с «Чистотой», они на вертибердах штурмуют нашу лабораторию, а возглавляет штурмполковник Август Отом. Первый человек в Анклаве, и второй по старшинству после президента Эдема. Он не во всём разделяет радикальные взгляды президента, но всё равно редкостный гад. Август требует передать ему контроль над проектом, и чтобы «Чистота» не попала в руки врага, и чтобы покончить с Августом, отец наш, Джеймс, перегружает ядро «Чистоты», помещение наполняется смертельной дозой радиации, и умирает и он сам, и солдаты Анклава, и полковник Отом почти что умирает, но всё же успевает выпить таблетку от радиации, поэтому мы с ним ещё встретимся. Мы же наблюдаем за всем этим через непроницаемое для радиации стекло, и жизни нашей радиация, по крайней мере, не угрожает, и вместе с другими учёными мы сбегаем из осаждённой лаборатории по потайному тоннелю, ведущему в штаб-квартиру местного отделения «Братства Стали», условно хорошей милитаристской организации, которая единственная в этих краях способна противостоять Анклаву. «Братству Стали» мы нравимся, и, заручившись их поддержкой, идём в убежище 87 за Гэг. Мы всё ещё намерены завершить дело отца. Убежище это, как мы в итоге узнаём, всё пропитано радиацией, населено супермутантами, одного из которых зовут Фокс, и которого его соплеменники заперли в отдельной комнате за то, что шибко умный и слишком добрый. Гэг в убежище 87 действительно есть, но там, где он лежит, радиации особенно много. И мы можем либо забрать чемоданчик самостоятельно, накидавшись Рад Икса и одевшись в защитный костюм, либо подружиться с Фоксом, освободить его и позволить ему забрать Гэг вместо нас. Как и все супермутанты, он не восприимчив к радиации. В любом из двух случаев мы получаем на руки Гэг, и на обратном пути попадаем в засаду Анклава. Анклав отбирает у нас Гэг и берёт нас в плен, и в себя мы приходим уже в их штаб-квартире у чёрта на куличках. С помощью Гэга Анклав доводит чистоту до лма, но чтобы запустить её, необходимо знать секретный код. Анклав его не знает, и полковник Отом допрашивает нас на предмет этого кода, но мы его тоже не знаем. Его знал наш отец, а от нас толку мало. Нашу беседу с полковником прерывает президент Эдэмон. По радиосвязи вызывает полковника срочно к себе, и когда тот уходит, отпирает нашу камеру, приказывает солдатам нам ни в чём не мешать, и просит нас пройти к нему в кабинет. На полпути, однако, Отом, тоже по радиосвязи, отменяет приказ Эдэма, и приказывает вместо этого открыть по нам огонь. Так что до президентского офиса мы добираемся всё же с боем. Но добираемся. Видим, что президент — это компьютер, и он президент США, ну, Анклава, по крайней мере. Джон Генри Эдэм, коктейль из личностей предыдущих президентов США, выдаёт нам капсулу с модифицированным ВРЭ и просит отравить с её помощью проект «Чистота», чтобы вместо чистой воды он производил воду, заражённую вирусом. Поскольку Август Отом считает, что это уже всё-таки перебор, и плюс к этому знает код самоуничтожения президента, Эдэм вынужден действовать у полковника за спиной. И, получив на руки образец вируса, мы вольны заставить Эдэма самоуничтожиться. Мы можем либо просто продиктовать ему код самоуничтожения, предварительно выкрав его у Отома, либо убедить президента, что он безумно так жить нельзя, либо доказать ему, что в его рассуждениях есть логическая ошибка и что его алгоритмы порочны. В любом из трёх случаев президент запускает обязательную для игр серии процедуру самоуничтожения, и стоит нам отойти на безопасное расстояние, штаб-квартира анклавов залетает на воздух, и на этом заканчивается президентский срок Джона Генри Эдэма. Озвучить которого, кстати, предлагали Биллу Клинтону, но он почему-то отказался. Возвращаемся обратно в крепость Братства Стали и готовимся к штурму проекта Чистота, который у нас отжал анклав. Для этого мы активируем гигантского довоенного робота Либерти Прайм, спроектированного для войны с Китаем. Либерти Прайм аннигилирует силы анклава, попадающиеся в поле его зрения, и расчищает нам путь до лаборатории нашего отца, в которой мы в последний раз встречаем полковника Августа Отома. Убиваем его или убеждаем его уйти, и чтобы запустить проект Чистота, должны теперь войти в ту самую комнату, которую наполнил радиацией наш отец. Войти в комнату можем мы сами, пожертвовав собой, а можем отправить туда кого-нибудь из компаньонов, пожертвовав компаньоном. Войдя в комнату, мы можем отравить воду вирусом, как того хотел Эдем, и тогда погибнет куча людей, но можем её и не отравлять, и тогда куча людей получит доступ к чистой питьевой воде, как того хотели наши родители. Сложный и важный выбор. И, наконец, мы должны догадаться, что это за секретный код такой, который необходим для запуска чистоты. С первых минут игры наш отец говорил нам, и повторял это очень много раз, что мать наша, Кэтрин, была большим фанатом Откровения святого Иоанна Богослова, и особенно ей нравилась глава 21, строка 6. Глава 21, строка 6. Код от проекта «Чистота» 2.1.6. Трёхзначный код, который не сумела подобрать самая технически развитая организация в Америке. Согласно канону, мы догадались, какой нужно ввести код, и воду решили не отравлять. Мы входим в комнату, зная, что не выйдем из неё, вводим 2.1.6, дарим людям чистую воду и падаем замертво, довольный собой. Конец игры. В дополнении «Broken Steel», однако, оказывается, что мы выжили, нас откачали, чтобы мы могли пройти загружаемый контент. Давайте суперкоротко о нём поговорим. В «Broken Steel» мы продолжаем войну с Анклавом, который всё-таки где-то ещё уцелел, и в этом дополнении Анклав таки уничтожает Либерти Прайм с помощью орбитального удара, и мы должны перехватить контроль над орбитальным оружием и уничтожить с его помощью очередную базу Анклава, или, если отыгрываем злодейскую роль, базу Братства Стали. Из всех дополнений, это единственное, которое хоть как-то касается основной сюжетной линии игры. В дополнении операция Анкоридж. Братство Стали обнаруживает склад с довоенным оружием, но чтобы отпереть двери склада, необходимо победить водовоенные же симуляции войны с китайцами за Аляску. Отправляемся в виртуальную реальность, нам не впервой, побеждаем китайцев, отпираем склад. В дополнении «The Pit» мы отправляемся в кишащие работорговцами Питтсбург и должны либо освободить рабов, либо, наоборот, подавить хмитеж и укрепить власть работорговцев. В дополнении «Point Lookout» мы садимся на паром и приплываем в заболоченный парк «Point Lookout», где знакомимся с двумя заклятыми врагами. Гулем, родившимся ещё до войны, и таким же, как Гуль, старым мозгом, живущим в пробирке. Оба довольно неприятные личности, и нам предлагается встать на сторону одного из них и расправиться с его неприятелем. Наконец, в дополнении «Mothership Z» нас похищают пришельцы, и вместе с другими похищенными на борту летающей тарелки мы воюем с инопланетянами, одерживаем верх, отбираем у инопланетян корабль и возвращаемся на Землю. Вот всё, друзья. Позволю себе в качестве маленького послесловия заметить, что сюжет «Фоллаут 3» местами представляет из себя микс сюжетов «Фоллаут 1» и «Фоллаут 2». Например, главный злодей в первом Фоллауте создатель, приросший компьютеру и вобравший в себя личности масса людей. Главный злодей во втором Фоллауте президент США и лидер Анклава Дик Ричардсон. Главный злодей в третьем Фоллауте президент США и лидер Анклава, являющийся компьютером, вобравшим в себя личности множество людей. В первом Фоллауте мы ищем способ очистить воду от радиации, во втором мы ищем гэг и боремся с Анклавом, в третьем мы ищем гэг и боремся с Анклавом, чтобы очистить воду от радиации. И это довольно распространённый приём, которым часто пользуются крупные компании, когда работают над продолжениями успешных франшиз. Понравившийся публике сюжет разбирается на элементы, эти элементы перетасовываются, и из них собирается новая история. Видимо, это работает. Дисней по этому принципу три части «Звёздных войн» слепил. Друзья, спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok